всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале артстайл вот телефон у меня уже около недели эффект новизны еще не пропал еще не наигрался вот этой вот камеры которая поворачивается все рендеры все картинки все изображения не передают всего не знаю кайфа не кайфа кому понравится кому нет свои минусы тоже в этом решении есть рассказываю все как есть такие впечатления обзор телефона но мне нравится мне действительно нравится кроме того что камеру когда естественно нажимаем просто на фронтальный значок для сэлфи она разворачивается звук можно отключить кроме того возможно эту камеру просто двигать с помощью джойстика в качестве джойстика выступает вот эта самая вот иконка на которую нажимаем переворачиваем камеру это удобно правда код большого смысла это не несет как вы видите камера двигается я не знаю зачем это нужно мне кажется это больше баловство ну раз уж я начал про камеры давайте закончим здесь есть чем по настоящему восторгаться поверьте я как техно блогер прекрасно знаю понимаю как снимает современные телефоны и я могу сказать что камеры смартфоне 2 они же основные они же и фронтальные ну вы поняли нажимаем кнопку камера разворачивается и все вкусности которые есть на основных камерах это очень мощная вспышка и 2 широкоугольная камера и сама высокого качества камера они нам доступны во фронтальном режиме разумеется широкоугольная есть не только фото но и видеосъемка сами камеры 48 мегапикселей основное дополнительно на 13 мегапикселей она широкоугольная принципе можно снимать и широким углом картинка будет довольно таки хороший не гоните за мегапикселями это не столь и важно качество фотографии мне кажется очень даже достойным хорошим любом случае посмотрите и обычные и сверх широкоугольные оригиналы доступны по ссылке под этим видео что же касается видео ребят забудьте про 30 fps этот телефон может снимать как full hd 60 fps никого этим не удивишь так и 4к 60 fps это реально очень круто я рекомендую категорически рекомендую обязательно посмотрите как снимает этот телефон в режиме 4к 60 fps это очень хорошо возможно это лучший но чтобы так сказать конечно нужно в ряд поставить все флагманы и сравнить но на мой взгляд детальность потрясающая несмотря на то что официально я не нашел нигде упоминания даже на сайте asus что здесь про оптическую стабилизацию нашел информацию лазерный автофокус здесь есть нашел информацию что какой матрицы тип шестилинзовая но про оптическую стабилизацию ничего нет электронная но стабилизирует неплохо опять же судите сами я для вас походил с этим телефоном разных режимах поснимал и еще мне очень понравилось как делает фронтальная камера ну здесь не фронтальная камера ну вы поняли основные камеры а как она делает портретный режим это что-то снимки получается настолько хорошими что реально такой снимок можно и без обработки сразу куда-то в журнал и на печать я нисколько не прикалываюсь качество очень хорошее эффект баке так называемый есть все я наверно не буду дальше углубляться а то обзор будет на 15 минут я скажу что есть замедленная съемка ускоренная съемка но все наоборот ускоренная съемка это замедленная съемка замедленная съемка это ускоренная съемка то есть так она здесь называется будьте внимательны пожалуйста снимки может делать формате raw и с камеры наверно закончу нет только оптической стабилизации но вроде как неплохо стабилизирует и качество фотографии если я не скажу что она такой уж крутой а прям реально ребят лучше всех нет на уровне но наверное есть получше есть похуже но на уровне а вот качество видео высший класс переходим самому телефону если вкратце то телефон в котором есть все ну не все конечно но много больше чем у других скажу сразу чего нет нету только оптической стабилизации и нет беспроводной зарядки и нет вода и пылезащиты но с другой стороны извините ценник у него не такой и высокий на данный момент там за 40 он продается на старте продаж что я считаю более-менее оправданно то есть ли сравнить с другими выбранными там еще дороже в остальном здесь есть очень хорошие стереодинамики экран разумеется без вырезов вот поэтому эти камеры решения чтобы избавляться от вырезов от отверстий в экранах и от выдвижных камер сверху здесь asus поступили так экран 6 4 дюйма full hd plus разрешение это 2 340 на 1080 это 400 чуть более 400 пикселей на дим что конечно же здорово экран по технологии ips nfc есть стереодинамики есть при том это реальные стереодинамики я давайте включил сейчас вам слушайте я не знаю петличка как передает но это очень громко один динамик здесь а фронтальный здесь очень про при том что хорошо в кашу не превращается то есть и еще громкость у меня было по умолчанию где-то звонка процентов ну на вид так под 70 под 80 он из кармана один из самых громких смартфонов который сигнал его точно услышишь в переполненном метро в где угодно в машине играет музыка эти вы услышите очень громкий звонок хочу это особо отметить из фишек особенности есть запись телефонных разговоров которую google врачет там запрещает нифига нормально все пишет совершенно без проблем оболочку можно сделать либо меню приложений как стандартно android либо только рабочие столы единственная не нашел как ярлыки увеличить я если буду пользоваться этим телефоном а я почти решил что скорее всего я его себе куплю пусть здесь нет водозащиты но ценник хороший я с большой долей вероятности еще какое-то время похожу я взял его для теста и скорее всего я такой себе куплю реально я отпишусь если куплю я скорее всего потом сделаю еще опыт использования что важного я отмечу какие могут даже не опыт использования сразу видно что обратил внимание что яркость она достаточная но мне бы хотелось еще процентов 10 добавить я не ошибся потому что на солнечном свете дисплей он не то что плохой мне хотелось бы больше яркости я нашел в меню есть такой пункт увеличить яркость на улице временно вот такой пункт здесь есть значит тут действительно яркости чуть-чуть хотелось бы побольше в остальном телефон вызывает только восторг знаете я честно уже практически не слушаю fm-радиоприемник на нем умудрились даже fm-радиоприемник сюда запихнуть то есть fm-радиоприемник он доступен только в шторке уведомлений больше нигде в телефоне у нет конечно есть модуль gps глонас бейду все как в современном флагмане все присутствует по дисплею закончила это IPS технология не amoled как во многих флагманах и нерна это хорошо я знаю что есть свои сторонники amoled матрицы свои сторонники IPS но здесь именно IPS матрицы сам внешний вид телефона ну дисплей понятно gorilla glass 6 это флагманский новый телефон защитное стекло именно 6 6 поколения сзади у нас тоже стекло но какое поколение я информации не нашел даже на сайте asus не указано просто написано gorilla glass а какое поколение не знаю сам телефон стеклянный и вот эта надпись asus и здесь еще мелкими буквами она футуристична она красивая редко когда бывает на телефонах эти надписи они чаще раздражают не знаю как вам это мелочь но мне нравится эта надпись цвет шрифт подобран она красивая сам телефон стеклянный и как ни странно я очень часто ругаю телефоны за то что они скользят я не знаю как они этого добились я не нашел информации используется здесь какое-то нано покрытие что-то еще но факт телефон в руке лежит хорошо комплект достаточно богатый есть быстрая зарядка разумеется телефон заряжается очень быстро с фирменным зарядным устройством есть наушники проводные телефон не обделенный разъем для наушников 3.5 миллиметра за что этот дополнительный плюсик в карму лично от меня по крайней мере комплекте бампер очень странный но в хорошем смысле странный если с виду он выглядит как какой-то дешевый такой совершенно простецкий то одевая его а тактильное ощущение держишь телефон ну приятные это стекло хорошие не скользко рама металлическая одеваешь и чудеса ты практически не теряешь тактильных ощущениях я такого получал только от хороших дорогих чехлов которые далеко за 1000 рублей могут стоить и вот здесь вот этот бампер комплект но хороший не скользкий удобный и это прикольно это хорошо сканер отпечатка под камерами он маленький вначале я опасался маленькой площадкой я думаю может он плохо срабатывать не знаю почему срабатывает без проблем разумеется быстрый 10 из 10 100 то есть совершенно проблем с ним никаких нет кнопки включения кнопки громкости с левой стороны сверху дополнительная кнопка которая отвечает за голосовой помощник случайно не нажимается с обратной стороны слева если смотреть на телефон вот так здесь лоток а почему я говорю все есть есть даже тройной слот ребята две сим-карты и карт памяти на телефон выпускается 64 128 памяти встроенный и 6 гигабайт оператива либо 8 гигабайт оперативный и 102 и 256 встроенный но мне кажется 128 6 самый оптимал ну опять же смотрите сами цвета разные разумеется телефона и по оболочке мне не нравится только что нельзя поставить большие иконки я по моему уже об этом говорил я буквально другой лаунчер возможно поставил но это наверное мои придирки все-таки это android гибкая система можно поверх что угодно накатить без ковыряния в системе буквально мне это очень нравится а так очень быстрый телефон 855 дракон на текущей версии antutu набирает под 300 данном случае мой телефон 364 тысячи мой экземпляр набрал что достаточно много и конечно это запас на несколько лет вперед щелкает все как орешки все игры горе знать не будете как говорится производительности несколько лет 855 греется но слабо то есть телефон теплый не горячая теплый то есть нагрев какой то есть но не очень большой опять же можно поковыряться с настройками производительности можно поковыряться с настройками аккумулятора но я не парюсь то есть нагрев есть но он небольшой не обжигает что еще на батарейка 5000 миллиампер час это то из-за чего многие в том числе и я когда увидел это увидел эту надпись 5000 миллиампер час до во флагмане ребята ну это круто и я пользуюсь сам я уже все я уже сейчас вот надоел мне уже сяоми ми микс 2 с мой основной телефон был я наверно все-таки у себя возьму почему основная причина даже не то что мне качество видео здесь она классная но я не так и часто снимаю хоть этих на блоге но реально подсъемы какие-то делать ребенка снимать очень шикарно но не из-за этого за батарейки основной мне просто задолбалась мой телефон до вечера живет но с трудом здесь же при активных нагрузках это чувствуется у меня телефон к 7 к 8 вечера у меня 50 процентов остается я такого давно давно не видел последний телефон который держал приблизительно также плюс минус это не макс 2 от сяоми макс именно не микс которым батарейка была тоже там 4500 если не ошибаюсь здесь пятерка это круто я не успел из-за очень насыщенных сейчас событий много происходит принципе хорошее я не успел его протестировать на воспроизведение видео на максимальной яркости но должно быть вроде там 10 часов я буду делать если его действительно себе возьму возьму уже третий раз наверное говорю я потом расскажу в опыте использования но по ощущениям держит очень хорошо что еще с камерой а если питание телефон отключено косяк камера она немножечко не лютит а я уже моторчики не держит не прижимает она трясется чуть-чуть один раз один раз было вот реально один раз я когда разгар его по телефону волос попал я почувствовал щипок но волос не выдернул то есть попал сюда куда-то я думаю забивается камера будет со временем пылью уже сейчас как таковой нет но в периодически хочется вот такой зерк что-то продуть то что место здесь много но опять же не хотите телефон с вырезами с монобровями хотите телефон с двумя камерами всего прикольными то вот вариант вывод по этому телефону нет только вот что действительно удобно и чего мне не хватает на самом деле это беспроводной зарядки я уже привык у меня их у меня три беспроводных зарядки ребят так получилось и беспроводная зарядка это хорошо но здесь ее нету оптической стабилизации тоже хорошо нету но повторюсь вроде как нормально стабилизирует водой пылезащиты также нет но батарейка 5000 миллиампер час офигенное качество видеозаписи которая возможно лучшая на рынке не знаю я бы сравнил конечно дал бы вам посмотреть если все флагманы были на руках с удовольствием но мне кажется просто потрясающе очень хорошие разумеется процессор 855 дракон может быть не всем это важно но все-таки были опять же всякие мелочи вот например тройной слот fm радиоприемник такие вот вещи какие-то гибкость настроек сама запись телефонных разговоров то есть всего много опять же телефон что просто тупо не скользкий вот это реально для меня важно плюсов больше чем минусов и я наверное обзор так и назову пусть это не совсем будет соответствовать истине но его назову скорее всего смартфон флагман в котором все есть поэтому ребята если кто думает покупать не покупать я еще не видел ван плюс 7 посмотрю но там амоледовский экран и там тоже водозащиты не будет но вот ему на прямой конкурент будет именно этот но мне кажется за достаточно адекватные деньги и шестерочка получилось интересной опять же решать вам как таковых каких сказать ребят минус вот что-то не нравится не могу еще звук на всякий случай отмечу уже второй раз очень громкие сочные динамики что для вас это важно а для меня важно я уже принципе заканчиваю обзор скажу я например гуляю с детьми на закрытой площадке я знаю что они никуда не убегут ну кто родители меня понимают там старшему уже шесть скоро семь ладжи внутри и я к ну когда иногда включаешь youtube очень посмотреть и вот когда один динамик этот убогий блюдочный извините динамик на боку меня это бесило бесило всегда честно говоря и вот здесь я блин включаю youtube какой-то ролик смотрю поглядывать за детьми понятно и я слышу звук на меня идет понятно что здесь нет полноценного стереоэффекта но динамики громкие сочные и звук для меня это важно и то что у меня лежат дома наушники несколько пар хороших дорогие я вытащил я не за не привязан к батарейке пусть на провод болтается для меня это важно понимаете и я в этом случае в этом горы вас молодцы что не ведутся на дебильные тренды если взять вещи своими именами а делают все нормально такой мужской подход не копировать друг у друга как девочки делают 1 платье отдела 2 отдел 3 и весь город ходит в платьях там желтых и красных а это нормальный такой по простому говоря пацанский подход свой и из-за этого я честно говоря уважаю вот на этом наверно у меня все как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны не поленитесь и обязательно посмотрите мне хочется с вами поделиться именно как он пишет 4k я обращаю на это внимание на мой взгляд просто фантастически поэтому посмотрите примеры фото примеры видеозаписи цены яндекс маркет можете посмотреть по ссылке под этим видео на момент съемок это июнь 2019 года там 40 с небольшим стоит базовая версия или даже 128 посмотрите ссылка под видео счастливо